В Москве 19 часов и 3 минуты. Вечер добрый, господа. У микрофона Юрия Пранько. Это Финам ФМ и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сегодня у нас в гостях человек, который не нуждается в специальном представлении, особенно после выхода её книги. Книга на меня произвела очень большое впечатление. Такой открытости, честности. Я это не льщу. Я сразу говорю своей собеседнице и гостей. Но я редко встречаю подобных людей, к сожалению. Вот жизнь... Меня вторая половина всегда говорит, Пранько, слушай, нельзя так к людям относиться. Нельзя от них ожидать нечто большего. И твои ожидания, они затем связаны с разочарованиями. Ирина Ясина точно меня не разочаровал. По крайней мере, мы с ней были знакомы заочно. Я её знал, конечно, в большей степени. Ирина, я рад вас видеть. Добрый вечер. Спасибо огромное за оценку высокую, особенно. Говорить мы будем о нашем обществе, говорить будем о политике. Поэтому приглашаю вас, дамы и господа, к нашему разговору. Многоканальный телефон для звонков 65 10 99 6, код Москвы 495. финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем с вопросами, мнениями, комментариями. Там же идёт и прямая веб-трансляция. То есть вы можете не только нас слушать, но и смотреть. Также можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере, направляя туда свои письма. Ирина, я предлагаю как профессиональный журналист журналисту резко актуализировать наш разговор. Безусловно, затронуть главную тему не только этих суток, но и этой недели. Боюсь, что и не только недели, но и года, как минимум. Решение, которое приняли депутаты Государственной Думы в части усыновления российских детей иностранными гражданами. Копий сломано множество. Господин президент, я не смотрел его пресс-конференцию, но мне сообщили, как говорят в таких случаях, да. Раз 10 отвечал на этот вопрос. 8. 8, да. А, 8. Ну, достаточно большое количество. Чтобы вскипеть было достаточно. Вот на ваш взгляд, вообще что происходит? Ну, господа думцы немножко зашлись. Потому что повод для отстаивания такого ложного понимания национальной гордости всегда можно найти другой. Не такой, против которого, в общем, все нормальные люди, а их в стране подавляющее большинство, просто обалдели. Потому что про то, как устроены детские дома в России и как там живется и даже здоровым детям, не говоря уже о детях-инвалидах, ну, как бы мы все знаем. Это не покрыто тайной, это не КГБшная структура, куда вход запрещен там и так далее. Вот, поэтому вот с этим делом, как бы давно все понятно. И тут даже программа НТВ, которая страшилки и ужастики показывает, в общем, не добавляет, они показывают правду. Но выглядит это правда, как страшилки и ужастики. И тут вдруг, значит, эти самые господа, они говорят, не отдадим, не замай, не смейте. А что не смейте? Делайте сами. А никто вам, собственно, не мешает. Если бы в стране не было сирот, то не было бы желания их усыновлять у кого бы то ни было. Просто те же американцы, итальянцы и прочие голландцы, они ищут тех, кому плохо. Нет, конечно, бывают кошмарные случаи гибели. И, конечно, безнравственно сравнивать, сколько детей погибло там, сколько погибло тут. Но в моей журналистской карьере было всякое, я думаю, как и у вас. Я писала о детях, о которых родные родители тушили окурки. И писала о детях, которые родились от ВИЧ-инфицированных матерей. И поэтому содержатся в инфекционном боксе малыши. И до трёх лет, где они содержатся в этом боксе, они ни разу не видят человека без облачения соответствующего того. То есть практически без костюма химзащиты. Поэтому это маугли. Они не умеют ни говорить, не знают, что такое женские руки, не знают ласки. Ну и так далее. Всякое было. Вот чтобы закончить эту свою тираду, я скажу одно. Почему бы мадам Лаховой и припкнувшие к ней 400 товарищам, вот не показать пример, не усыновить по двое-трое детей, причём желательно с тяжёлой степенью инвалидности, с синдромом Дауна, с тяжёлым ДЦП, ну помогите им, у вас хорошее материальное положение. Господа Путина, Медведев тоже могли бы проявиться. А жёны не работают у того и у другого. Дети достаточно взрослые. Там есть взрослые дочки у одного, в общем, подрочный сын у другого. Ну почему не подать нации? Хороший пример. Давай, прими участие в этих детях. Помоги им, потому что бабок хватит на врачей и на всё. Нет, никто даже не предложил. Мне кажется, для власти, вот как год тому назад в декабре, да, было открытие этого прошедшего первого болота, так и вот реакция общества на это решение, которое они проштамповали, в общем-то, особо, наверное, не задумываясь. Меня покоробил другой момент. Ведь мы обсуждаем политический аспект некого адекватного ответа, простите за тавтологию, на акт Сергея Магнитского, да? То есть это очень большая циничная политика. И тут наши народные избранники, по версии волшебника Ачурова, да, достают козырную карту. Российские дети. Вы знаете, я... Я развёл руками. Я даже не могу обсуждать адекватность этого ответа. А потому что, ну, ловили бы мы своих коррупционеров сами, тоже американцам нечего было бы с этим делать, понимаете? Тут американцы, в общем, ни при чём, действительно. Сидела бы эта тётка не на своей вилле в Дубай, а в тюрьме, где ей положено. Ну и всё было бы нормально, никто бы не возбудился. Но тем не менее. Ну, в общем, цинизм зашкаливает. И очень хочется, чтобы для общества это всё-таки стало каким-то уроком, потому что, ну, понимаете, уже министр Ливанов выступил против. Министр Лавров выступил против. То есть, типа, даже там есть нормальные мнения. Но господин президент сказал, что в целом он поддерживает. Ну, господин президент, вы понимаете, не является для меня ни разу какой-то нравственной фигурой, с которой я беру пример. Мне бы хотелось, чтобы он брал пример вот с других людей, а не с тех думаков, которые, значит, покорно поднимают руки. Я думаю, что вот эта позиция должна сломать какое-то вот это наше отношение к патриотизму, когда мы все орём, хочу быть патриотом, не замай, не пущу, не отдадим своего. Там Максим Шевченко орёт, что детей продают в Америку. Господи, а кто помнит сейчас историю Джессики Ланг, паралимпийской чемпионки, которая родилась в России, в Иркутске, да, с тяжелейшей инвалидностью. И что бы стало с этой девочкой, слушайте, каждая из нас знает. А там она паралимпийская чемпионка. Счастливая, красивая, абсолютно достойно живучая. Да, бывают страшные случаи. Их много и тут, и там. И с румынскими детьми, которых устанавливают и в Европе, и в Америке. И с детьми из Чёрной Африки. И с детишками из Вьетнама. Всякое бывает в жизни. Но всё-таки важно понимать и себе дать ответ. Мы чем торгуем-то? Своей совестью? В данном случае. Я, честно говоря, удивилась, что так мало людей в Думе проголосовало против. Мне казалось, что это настолько вещь, про которую нельзя спорить. Это просто бездравственно. Женщина. Ирина Руднина. Мама дорогая. Она работала в Америке. Она знает, что это такое. И знает, как американцы относятся к приёмным детям. Массово. В семье не без урода. Что говорить. Вы знаете, как-то вот... Ну, очередной, как бы, унтер-офицерская вдова в очередной раз публично себя... Мне кажется, это звонко пощёчина российскому обществу. То есть, ребят, вы можете сколько угодно там протестовать. Можете сколько угодно нас критиковать. А есть некая сила, которая нам обозначила вот эту колею, да? Я имею в виду депутатов Госдумы. Вот они по ней и едут. Вот. Им плевать. Вот мы сегодня полдня... Как и сегодня, Ирина. Мы сутки уже занимаемся тем, что общаемся с пресс-службой Единой России на предмет того, что завтра я намерен провести дебаты на эту тему, да? Я нашёл противников. Я не могу сторонников найти среди тех, кто проголосовал. На дождь вчера не пришёл ни один из 400 проголосовавших за. Ну, знаете как, Юр, я оптимист такой исторический. То есть, мы не знаем, какая капля окажется последней. Вы надеетесь на Путина? Нет. Нет? Я надеюсь на общество. Но он может витировать этот закон? Ну, если он это сделает, я скажу молодец, Вов. Но, надо сказать, что уважение к нему у меня от этого не возникнет. Но это другой вопрос, вот моя личная позиция. Вот, я всё-таки надеюсь на общество, я надеюсь, что нормальных людей больше. На чем базируется этот оптимизм? Я очень часто разочаровываю. Я не из Одессы. А! Это исторически, это такой солнышко. Это хороший ответ. Да, но я не знаю на чем. Вот просто вот мне хочется верить в то, что... Я верю, я реально верю, я не могу жить по-другому. А давайте я вас буду разочаровывать, да? Я не из Одессы, мои из Самары, да? Более такой плотный. Я, кстати, еду к вам в Самару в субботу. Я думаю, что львиная доля людей, я сейчас пойду на осознанное обострение, занимает позицию пофигизма. Для меня лакмусовая бумажка — это продление полномочий. Первое конституционное изменение, которое было внесено, это продление полномочий депутатам и президентам. И что общество? Ну, 10 человек вакнули. Ну, 20, сказали, это неправильно. Ну, остальные-то промолчали. Для них это вообще не стало предметом обсуждения. Поговорим об этом с Ириной Ясиной после краткого выпуска новостей. В российской столице 19 часов и 18 минут. Это реальное время Финам ФМ. И напротив меня, здесь, в московской студии прямого эфира, Ирина Ясина. Ирина, так по поводу пофигизма, да? И того, как мы пропускаем эти оплеухи. Вот я больше, чем уверен, у них завтра в Госдуме, да, третье чтение по этому законопроекту окончательное. Кто понимает принципы парламентаризма, тот знает. Завтра просто точки, орфография и запятые, не более того. Концептуальные вещи заложены. А вы мне говорите, Ирина Ясина говорит, Принько, да нормально все. Есть оптимист. Я не говорю нормально, Юр. Да. То есть я иду, я сразу сказал, я иду на обострение, да? Я исторический оптимист. Да я не говорю тебе, что завтра будет хорошо. И пропуск вот того самого опротления полномочий большинством наших людей, это тоже плохо. Конечно, плохо. Конечно, ужасно. Но мне кажется, что растет другое поколение. Оно другое, правда. Вот тем, кому сейчас 23-24, им еще рано принимать участие в активной какой-то деятельности, будь то созидательной на производстве или в замечательной какой-нибудь конторе, так и в политике. То есть они могут только что-то делать на улице, на улице страшно. И реально страшно, потому что все знают, как бывает, вот ребят с болотной сидят, и все про них даже особо не помнят. Вот спроси меня сейчас, перечислить их фамилии, я не смогу. Это плохо. Это плохо. Потому что они сидят, чтобы мы боялись, чтобы наши дети боялись. Поэтому дети боятся. Но тем не менее, упаси Бог нашу власть, довести нас до того, что мы перестанем бояться. Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет, и пойдет какое-то встречное движение, и со стороны оппозиции появится желание вести переговоры, если появится демонстрация готовности со стороны власти эти переговоры начинать. Пускай тупо, неумело, коряво, но все-таки, ну, 21 век, я не могу не верить в это. Мне кажется, это произойдет. А вы считаете, что ни та, ни другая стороны не готовы к этому диалогу? Нет, сейчас нет. Ни та, ни другая стороны. По причине? А потому что причину я, так сказать, власть уверена в том, что со стороны оппозиции не с кем. То же самое уверена и противная сторона. Они говорят, ну как, с кем? А с кем там разговаривать? А кого они представляют? Не умеем, не учимся. Ну, научимся, видимо. Дай бог, чтобы хватило времени, потому что нужно понимать, что мы вообще-то с каждым днем все больше и больше отстаем. Экономически, политически. То есть те, с кем нам предстоит конкурировать за мозги, за ресурсы, за то, за сё, они на месте не стоят. Там какая-нибудь, прости господи, Индия идет вперед семимильными шагами. Понимаете, и ставить себя заранее в прорывшую позицию. Но это можно только не имея никакого образования и вообще какого-то широкого более-менее взгляда на мир. Потому что мы не одни на нашем голубом шарике. Ну вот, вы знаете, я вам за эфиром сказал, я с вашим отцом очень достаточно жестко, мы всегда с ним дебатируем. У нас с ним великолепные отношения, но он меня обвиняет в неком радикализме. Потому что один раз я сказал, нам нужен жесткий праволиберальный поворот. Или разворот, как хотите назовите это. Потому что та система координат, которая была создана за 12 лет, она называется ГОС. Все приставки ГОС. Госкомпании, госкорпорации, ГОС, чего только не создано. При этом эти ребята ни перед кем не отчитываются. Я задаю депутатам Госдумы, вот этой самой Госдумы. Вы вообще ведете контроль над госкорпорациями? Нет. Я говорю, кто ведет? Президента. Я говорю, вы на президента все уже повесили? То есть он и должен и это контролировать. Ирина, то есть и ваш папа не соглашается со мной. Он говорит, да, это все правильно, но это может привести вообще к полному разрушению страны. Я вот хочу ваше мнение понять. Вы разделяете мнение и позиции своего отца, такого более мягкого, что ли, поступательного движения? Или может быть действительно? Ведь я понимаю, о чем вы говорите. Мы действительно проигрываем в мощнейшей конкурентной борьбе. Никто нас ждать не будет уже. Они идут и идут такими темпами. Ирина. Ну, я скорее посерединке между вами и своим батюшкой. При огромном уважении к той и другой стороне. А я могу только вот что сказать в данном случае. Давайте смотреть на себя критично. Как на народ. Согласен. Значит, ежели нашему народу дать... Вот сейчас я буду выступать как адвокат Путина, но вы понимаете, что меня никоим образом нельзя подозвить в симпатиях. Ну, мне нравится эта постановка. Ну, тем не менее. А если нашему народу дать свободные выборы, Юра, кого они выберут? Это зависит от той предвыборной кампании, от тех правил, которые мы заложим. От свободной предвыборной кампании. Я не разделяю мысль, что придут националисты или леваки. Нет, леваки, да. Да? Националисты, нет. Но популизм, вы посмотрите. Ведь, вот, предположим, вдумят вот те, кто есть. Да? Если дать им большинство. Единая Россия. Которая худо-бедно какую-то правую повестку дня все-таки принимает. Ну, вот, иногда их заносит так, как занеслось сейчас. Но то, что мы с вами будем иметь подоходный налог по прогрессивной шкале завтра, это я вам гарантирую. И далее со всеми остановками. То есть, они не будут ничего приватизировать. Потому что они боятся слова приватизировать. Они будут раздавать деньги. И мы, ну, условно говоря, будет Сальвадор Альгенда, которого неминуемо надо будет смещать путем некого Пиночета. Ну, я этого не хочу. И я не хочу. Мне это не нравится. По этому поводу я понимаю, что путь переговоров неминуем. Неминуем абсолютно. Потому что каким-то образом нам нужно выруливать. Мы не можем вот скинуться в омут с головой вот эту левую повестку дня. Страна патерналистская. Страна привыкла к тому, что, слушайте, от Советского Союза мы недалеко ушли. И Путин виноват вот лично передо мной в том, что последние 12 лет он эти мифы и эти иллюзии Совка, он пестует. Хотя бы на словах. Он многого не делает из того, что делали тогда. Но на словах в риторике это постоянно есть. Это плохо. То есть для нового поколения это плохо. Потому что не все же там учатся в хорошем вузе и ходят на правильные сайты в интернете. Ну, а знаете, как Путин, такой президент несбывшихся надежд. Он мог бы сделать совсем все по-другому. Что помешало? Что? Вы знаете... Он, скорее всего, не либерал все. Нет, он, конечно, не либерал. Откуда? Человек с КГБшным образованием. А без экономического образования вообще. И я думаю, что он немного книжек в детстве читал. То есть вот думаю, что нет. И в юности каких-то там философов и мыслителей, видимо, прошло мимо. А все-таки для президента страны это желательная штука. Такое широкое гуманитарное образование. Потому что все-таки, чтобы быть президентом всех россиян, нужно смотреть на все, что происходит вокруг. И желательно читать в подлинниках некоторые вещи. Ну, да. А они не всегда переведены качественно. Нет, ну ладно, он по-немецки все-таки хорошо говорит. А, да, кстати. А там багаж-то ого-го какой. Да, Германия проработала в этом смысле достаточно неплохо. Но я думаю, и этого не значит. Точно, вы меня поймали. Но не будем его обсуждать в этой связи. Но, знаете, вот Евгений Григорьевич когда-то, батюшка, у меня рассказывал, что он объяснял Путину, когда еще папа был министром, а Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. Что совершенно не обязательно. То есть я недавно знаком. Ну, шапочно, я бы сказала. Совсем шапочно. Путину он объяснил, что натуральное хозяйство, это вообще не очень здраво и здорово для современной экономики. Совсем не обязательно все производить самому. И это как раз не является никаким свидетельством того, что страна великая. Главное, если это было открытием? Абсолютно. Но это, понимаете как, если бы человек был готов учиться таким образом во всем, потому что ведь чем отличается человек интеллигентный от человека не интеллигентного? Потому что тем, что, по мне, по крайней мере, что человек интеллигентный признает свои ошибки, свои недостатки, свои глупости какие-то, необразованности, он говорит, слушай, тут я не волоку. Вот тут я не могу. А сказать просто, я разбираюсь во всем, я могу сделать все, и мне ни за что не стыдно, как уже было сказано нашим президентом. Вот это мне не нравится. У меня было такое ощущение, когда я встречался с Рахиль Гаузом, он был на вашем месте, да, мы говорили о театре, о тех проблемах, которые возникают, о том, как это все постановочно делается. И после этого эфира вышел и сказал, слушайте, я в театре ничего не света. Вот после встречи с Рахиль Гаузом я понял, вот это для меня ниша, которую еще надо осваивать, осваивать и осваивать. Вообще, само мнение о том, что ты во всем разбираешься, это глупая, по-моему, позиция. Так же, как и натуральное хозяйство в экономике 21 века. Ну, совершенно не нужно, можно купить. Ну, это вот, это очень простой пример, но так вот, наверное, во многом другом тоже не очень сведуще. А может быть, проблема в другом, что, вот как вы сказали, да, книжек, может быть, недостаточное количество прочитал, но, видя собственный народ, он понимает, что либеральные, демократические ценности, ну, простите за журганизм, не катят. А вот катит в том числе тот совок, который он тиражирует. Не катит, да, но вот у него было с 99-го года уже 13 лет. Сытых, довольно богатых. В общем, абсолютно безопасно. Продолжим. После краткого выпуска новостей здесь Ирина Рясина. Пишите, звоните, господа. 19 часов 31 минута, это реальное время. Финам.фм 651099.6, код Москвы 495, номер нашего многоканального телефона. Финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Ирина Ясина сегодня у нас в гостях. Звоните, пишите. Господа, Ирина, так вот по поводу катит, не катит. Ну так вот, было 13 лет. За эти 13 лет не надо по телевизору, который смотрит 80% нашего народа, говорить то, что говоришь. И делать то, что делаешь. Показывать те сериалы, которые показываешь. Ну, понимаете как? Наверное, я идеалистка. Но власть, она, если на тебя свалилась, мне кажется, она должна быть использована не для себя, а для своего народа, для того, чтобы он не сейчас почувствовал себя обеспеченным и счастливым, а хорошо жил завтра. Не чувствовал, а жил реально. Завтра и послезавтра и так далее. Вот такие, это как бы миссия. Власть — это миссия, а не кайф, который на тебя свалился, и ты им вот тупо пользуешься. А вы думаете, он кайфует? А я думаю, он кайфует. Я думаю, он кайфует. То есть сейчас меньше, потому что вот сдают 8 раз подряд неудобные вопросы. Типа тупые. Вот такие вот прям тупые журналисты все, включая Брилёва, совершенно прикормленного канала «Россия-1». Но тем не менее, тоже журналисткой не пропьёшь, что называется. Вот это понятие миссии у нашего верха отсутствует. Это меня очень сильно, как человека, уже прожившего почти 50 лет на этой земле, очень сильно волнует. Потому что я такой вот патриот Чаадаевского толка. То есть я совершенно не собираюсь никуда уезжать. И не могу, и не хочу, и незачем. Я человек русского языка и русской культуры. И родилась и умру тут, вот где мои берёзки, мои могилки, там, друзья. И пока я могу говорить с ними по-русски, обсуждать по-русски то, что нам взаимно интересно, мне тут хорошо. И я буду пытаться что-то изменить вокруг себя, просто потому что вот эта теория малых дел, она мне близка, любимая и так дальше. А те, кто громко кричит, что они патриоты, и вот принимают такие законы, как в нашей думе, ну, хочется сказать, кармашки покажите. Вот немедленно покажите кармашки. Ну, к этому они, я думаю, не готовы. Вот так. О, нет. Откровенно поговорить. Я бы добавил к этому, на самом деле, ещё один вопрос. Как говорят, в таких случаях ничего личного. Но, ребята, а где ваши дети-то учатся? И хотите рассказать российскому обществу? И где ваши жёны рожают? Они же публичные политики, да? Они обязаны быть открытыми и откровенными. Более того, они принимают эти законы для нас или для себя. Они граждане. А тогда где лечатся твои родители? Где рожают твоя жена? Где учатся твои дети? И так далее. Ну, вот это... А потом, понимаете, вот... Мне очень хочется, чтобы у нас дети-чиновники обязательно служили в армии. Ну, очень хочется. То есть, вот, если ты чиновник... Только вожатый человек. Нет, я хочу, чтобы армия была такая, чтобы, как в Израиле, чтобы это было почётной обязанностью. Понимаете? Мне кажется, что если сын Медведева пойдёт в армию... Кстати сказать, он скоро достигнет этого замечательного призывного возраста. Если сын Медведева пойдёт в армию, армия станет лучше. Если он будет служить не в Арбатском военном округе, а где-нибудь там, вот, в Липецкой области, или там, в Самаре, пожалуй. Понимаете? И не только сын Медведева, а все они должны быть обязаны. Тогда будет нормальная армия, нормальное здравоохранение, когда они будут знать, что они сами это потребляют. Не для нас с вами, а для себя. В частности, они такие же граждане, как и мы. Это должно быть обязательно. Это, знаете, как... Пускай сейчас начнут кричать, что это неконституционно, все люди равны, и если ты хочешь ехать за границу... У студента есть возможность получить отсрочку. Пожалуйста, да. Вы знаете, а вот на каком-то переходном этапе, на котором мы находимся, потому что неизвестно, куда мы перейдем, вот нужно какие-то такие жесткие штуки для чиновников придумывать. А вы считаете, мы можем куда-то перейти, где будет точка невозврата? Юра, я хочу верить, что мы ее еще не прошли. Я думаю, что мы прошли. Вот то, о чем вы говорите, это экономическая терминология, раскорреляция позиций произошла. Одна позиция никак не сопрягается с другой. В данном случае власть, назовите ее бюрократией. Я, кстати, никогда не думал, что буду постоянно цитировать аксиому Карла Маркса «Государство, частная собственность, бюрократия». Но мне правда это нравится. Но это гениально. Примительно к России это просто... Сам Путин сказал, мухи отдельно, котлеты отдельно. В бюрократии отдельно, люди отдельно. И тем не менее, вы надеетесь, что точка не пройдет? Я же вам в прошлой полчасовке говорила про исторический оптимизм. Ну, надеюсь, конечно, а что мне делать? Понимаете, у меня нет личного самолета, на котором я сейчас вот, как только мне не понравится, возьму и улечу. Вообще ничего, никаких возможностей. И желания нет. Поэтому, ну, хочется жить тут более-менее достойно, да? Говорить по-русски. И не хочется, чтобы дети уезжали, потому что одинокая старость, это тоже противно. Вот не хочется. Хочется, чтобы все вместе. Ну, поэтому надо что-то делать тут. А прошли мы или не прошли точку невозврата, ну, слава богу, не нам с вами об этом судить. Это будет ясно нашим потомкам. Да, но хотелось бы и нам пожить, что называется. Ну так, Юр, ну ладно. Нормальной цивилизованной стране. Давайте, нормальная цивилизованная страна, по сути дела, она у нас есть. Нам сильно не нравится то, что происходит сейчас. Но если мы сравним с тем, что было 20 лет назад, мы поймем, что все-таки мы двинулись вперед. Давайте мы будем, ну, исторически справедливы. То есть фигня полная происходит. Но по сравнению с тем, мы с вами помним, что было 20 лет назад, 25 лет назад. Ну, все-таки, все-таки это другая страна. Она все-таки идет вперед. И знаете, как про инвалидов у меня часто спрашивают. Вот, в Москве там сделали это, сделали то. Но ведь лучше же не стало. То есть сразу идет такой вопрос. Нет, ребят, стало лучше. Стало лучше. Конечно, в недостаточном количестве. Не везде все сделано так, как надо. Но если сравнить с тем, что было 5 лет назад, огромное расстояние пройдено. А я поясню, вот почему я пробуксовываю, что называется, в этом вопросе. Как бы не относились господа из власти, придержащих 90-м, называя их там лихими и так далее, и действительно там были серьезные проблемы. Я сталкивался с криминалом, с серьезным криминалом. И даже мне взятку давали. Вот, но, согласитесь, мы же, у нас было чувство с завтрашнего дня. Конечно. Нам было очень тяжело, но мы знали, верили. Я не знаю, какой эпитет можно применить, но мы знали, что мы пойдем дальше. А сейчас мы с вами обсуждаем, прошли мы точку невозврата. И куда мы урюхаемся, да, вот в этой системе кардиналов. В этом и проблема. В этом и проблема. А как вы считаете, вот смотрите, у нас гражданское общество, в общем-то, воспринимается, в первую очередь, вот эти акции протеста, Болотная, Сахарова, там, Путин, уходи, там, и так далее. Но, на самом деле, вот то, чем вы занимаетесь, да, своими коллегами, это же тоже гражданское общество. Ну, это даже не то же, это, собственно, просто другое проявление. Понимаете, вот то гражданское общество, которое формируется от того, что люди вместе собирают деньги на лечение от лейкемии детишкой стран СНГ, потому что никто не собирает на них. Мне кажется, невозможно в нашей ксенофобской стране собрать. Собирают и легко. Потому что таджики – дети, азербайджанцы – дети, казахи – дети. А в Советском Союзе все равно, и в случае возникновения тяжелых заболеваний, ехали куда? Москва, Питер, Киев. Все. Больше нигде высоко технологичной медицины не было. И сейчас они едут сюда. Потому что, вообще-то, в Германии стоит столько же. Но там мама не говорит по-немецки, а тут мама говорит по-русски. И люди могут найти ей квартиру и так далее. Более комфортная среда. Более комфортная среда. Привычная. Привычная. Поэтому едут сюда. Вот собирают деньги на операции таким детям, причем не было случая, чтобы не собрали. И эти люди доверяют друг другу, которые собирают. И это называется гражданское общество. Вы в этом черпаете силы? Безусловно. Каждый день. Вот сейчас, вы знаете, я в очередной раз вошла в правительственный совет. Но это совет при Ольге Голодец, который занимается только исключительно социальными вопросами. Это мне очень нравится. И вот у нас было позавчера заседание, прям как вот в листили, по проблемам интернатного содержания детей. То есть, а тут как раз... Случайное совпадение? Случайное совпадение. Случайное, да? Случайное. Боже мой, ну, мы там не пугали друг друга всякими адовыми картинками, хотя, конечно, могли их предложить друг другу, но просто тупое перечисление проблем, которые... Мы не задумываемся над тем, например, что детишки в возрасте до 4 лет видят, ну, в кавычках, воспитателей вокруг себя в количестве за 4 года там до 120-150 человек. Постоянно меняется. И контингент их переводит там из одного места в другое. За 4 года. За 4 года. Это ребенок, находящийся в возрасте, когда о нем должна заботиться мама, максимум мама и бабушка, максимум мама, бабушка и папа. Да, вот... Папа-то где? В пределах семьи. Ну, хорошо. Ну, 10 человек. Да? Там, если у него много братьев и сидят. Но ребенок не в состоянии переварить столько. Вот дальше. Там еще. Еще какие-то проблемы, о которых просто человек не задумывается. Но это так коробит, это так терзает психику этих несчастных ребятишек. Они все... Например, мне рассказал психолог, один доктор наук, именно по младенческой психологии. Какая у младенцева психология? Спросила я. Он говорит, дорогая моя, очень даже, если к нему, к этому малышу, орущему, не подходит первый месяц, он перестает орать. Ну, это означает очень серьезный слом, который потом не вытравливается практически в течение всей жизни. Вот это, видите, месяц. Почему вот говорят... Казалось бы. Казалось бы. Что там? И вот это все обсуждалось на этом совете. Потом вот, слава богу, приняли все-таки обращение, открытое письмо, точнее, к думцам от этого совета, типа, одумайтесь. Вот. Хоть он и при вице-премьере правительства, но тем не менее. Не одумались. Ну, пока нет. Но мы же говорим про исторический оптимизм. Не знаю. У меня ассоциация с фамилией Голодец вице-премьером этой дамой с той так называемой третьей по счету пенсионной реформе. Я бы за это их... Я не знаю. Я бы разрывал их. Да они просто не знают, что делать. Это вообще... Я совершенно не собираюсь их оправдывать сейчас, но ситуация настолько запущена, что совершенно непонятно, что делать. Хочется крикнуть, ребят, не усугубляйте. Не усугубляйте ситуацию. Она и так очень сложная. Да, да, да. Ну, если вот когда-то встанет вопрос о том, чтобы у меня была возможность что-то сказать по этому поводу, я подготовлюсь и скажу. Чиновники адекватные люди? Ох, все по-разному. То есть есть абсолютно адекватные люди. Более того, есть люди, с которыми хочется проводить свободное время. Хочется. Да. Ну, их очень мало, но есть такие. Ну, у меня много друзей. юности еще, которые работают в структурах правительства. Вот, в администрации президента Даши. Ну, случайно, но есть. Близкая подруга моя, Эльвира Набиулина. Вот, когда-то мы с ней вместе увлекались и любили, и читали вслух стихи Ахматовой. Ну, если... Элька меняется, Ирина? Нет, Элька не меняется. Не меняется. Ну, она при исполнении, как бы, я не говорю с ней об этом, понимаете? Ведь очень серьезная вещь понять, о чем можно говорить. Вернемся после краткого выпуска. 19.47 это Финам.фм. Реальное время. Меня зовут Юрий Пронькуй, напротив меня Ирина Ясина. Общаемся в онлайне, и эту четверть мы обычно проводим в интерактивном режиме. Ваши вопросы на финам.фм, там же и прямая веб-трансляция идет. звоните на 6510 99 6 код москвы 495 участвуйте в разговоре. Ирина, я просто хочу, чтобы вы закончили эту фразу, да, вот так привели пример госпожины Биулиной, то есть люди все-таки не ломаются, они остаются, уж простите, за банальность человеками. Ну, иногда я не понимаю, как им это удается. Но вот моя университетская очень близкая подруга Львира Набиулина, ну, конечно, осталась человеком. Как ей это выпало, я не знаю. Но еще раз скажу, я не на каждую тему с ней общаюсь. Не на каждую. Путина я с ней не обсуждаю. И в моем случае у нас с ней был разговор давно, я надеюсь, она простит меня, за то, что я такую, может быть, тайну открываю. Сначала, когда посадили Ходорковского, я работала у него. И, естественно, я его защищала. А, ну, не только она, там была целая когорта знакомых моих из правительства, они все, значит, на него накидывались и обвиняли его во всем. Вот. Потом, когда возникло второе дело, она мне сказала, ты была права. Ирина Ясина, в реальном времени на Финам-ФМ. Вечер добрый, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Вы знаете, если можно, реплику, а не вопрос, потому что, на самом деле, вопросов, честно говоря, даже вот после такого выступления вашей гости сегодняшней, ну, нет. Давайте, давайте. реплика такая, что вы знаете, несмотря на то, что до сегодняшнего эфира, я был не то, что ярким противником, Ирина, я вот, наши позиции, в частности, очень многие в частности, они были, различались на 180 градусов, но сегодня, вот, спасибо вам большое за эту передачу, я вот, готов подписаться под каждым словом, которое Ирина сказала, и я свое отношение к Ирине очень сильно поменял. Витя, а можете вот все-таки пояснить нам, чтобы было понятно, а в чем вы расходились с госпожой Ясиной? Ну, например, просто как пример. Ну, вот так получалось, что вот я урывками смотрел какие-то там интервью ее, ну, сейчас, что касается образования, например, да, некоторые моменты, я не хочу просто сейчас это комментировать, потому что это не имеет особого значения, вот, самое главное, что Ирина сегодня очень такую целостную позицию, как человека, как гражданина, изложила, и очень многие слова они запали глубоко мне в сердце. И вы знаете, вот такая вот, еще раз спасибо вам за эту передачу, да, что вот вы даете слово человеку, да, и вот как бы те ваши слушатели, которые там внимательно слушают и как бы являются там, ну, такими горячими поклонниками вашего радио, вашей программы, они понимают о человеке, ну, правильно. Спасибо. Мне приятно. мне тоже. Вот так вот раскрываемся, да? Ну, тут нас критикуют, особенно меня, за праволиберальный поворот, значит, давайте так, я все-таки, как говорит Ирина, с батюшкой, да, с господином Ясиным встретимся мы с ним, и вот тут без купюр, без цензора мы поговорим о праволиберальном или, и, ну, меня одно, понимаете, вот тут я вижу по репликам, вы за приватизацию, да, я за приватизацию, вот меня никто не сможет переубедить, я вас прошу, сейчас не звоните, не писать на эту тему. Я убежден, что госкапитализм, вот это вот все, что создано за последнее время, это путь в никуда, окончательно и бесповоротно. Любой собственник лучше, чем чиновник. Сможете мне доказать обратное? Кстати, вы мне не вздумайте приводить примеры Китая. Я вам всем уже рекомендовал книгу, замечательно, она небольшая, чтобы не писали там много букв, да, как-то принято в Рунете. Называется «Краткая история неолиберализма». Четыре фигуры. Три, понятно, кто, значит, Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер, Аугуста Пиночетт. Вопросов никаких, я думаю, все согласны, да, правые либералы, еще какие либералы. Четвертая фамилия. Дэн Сиаупин. Вот это тем, кто смотрит на Китай, думая, что под руководством политбюро ЦК КПК они строят социализм. В экономике они построили либеральную, демонополизированную рыночную экономику. Ну, правда, там есть, конечно, государственное присутствие, и это, кстати, и головная боль сейчас. Жуткая головная боль, но там все-таки традиция от Конфуция немножко другая. Меня вообще забавляют истории, когда, знаете, Ирина еще говорит, а вот в Сингапуре, я говорю, вы вообще вот на карте, найдите Сингапур, да, и вот пример вот этого премьер-министра. Еще один момент. Платите 500 долларов за каждый плевок. Или окурок. Да, отучить китайцев плеваться, они это делают постоянно. Это исторически и как бы вообще не считается плохо. Ну, как у нас, я не знаю, там засмеяться. Ну, никак, абсолютно. А вот тем не менее, отучили. Потому что штраф взимался неуклонно и неизбежно. Идем дальше. Ирина Ясина здесь и сейчас в реальном времени на Финамо ФМ в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Меня Александр зовут. Да, Александр. Я вот что хотел сказать. Ирина сказала фразу, которая меня немножко испугала. Она надеется на молодежь. На молодежь, которая там вот 23-24 года. У меня такое сильное, большое подозрение, что в этом возрасте народ сейчас либо уже уехал, либо собирается уехать. И он никак не связывает свою жизнь с Россией. Ой, как... В большинстве. Да, спасибо. Как хорошо, что я не считаю так, как вы. Вы знаете, вот есть такое общественное движение, которое называется «Старость в радость». Это молодые ребята, которые помогают иногда финансово очень скромно, а чаще просто поездками дамам престарелых. Они приезжают и общаются с этими брошенными бабушками и дедушками, у которых порой есть дети и внуки, которые вот живут там брошенными. И каждый год на Новый год собираются подарки. Значит, очередь в московские Старбаксы, которые согласились быть приемниками этих подарков, ну, в прошлом году стояла квартальная, то есть на квартал. Это надо видеть, сколько эти молодые ребята несут пакетов с носками, платками, халатами, тапочками и так далее, потому что там тоже, значит, перечислили, что это надо, это не надо и так далее. Слушайте, вы поверите в то, что у нас не все потеряно, далеко не все потеряно, какие количество волонтеров, какие количество совершенно прекрасных, замечательных, искренних ребят, при этом они могут быть разных политических воззрений, есть в нашей стране. Ирина, вы меня должны с ними познакомить. Слушайте, они классные. Вот обязательно вот с этим движением старость в радость. Причем начали девчонки с филфака, которые приехали в Псковскую область собирать фольклор, ну, специальность русский, как русский язык. А куда фольклор собирать? Ну, понятно, в дом престарелых, бабкам делать нечего. Вначале они туда пришли, увидели, ужаснулись и стали туда ездить. Сначала в Псковскую область, потом в Новгородскую и Псковскую, потом в Московскую, Новгородскую и Псковскую. Сейчас 60 регионов. Я понимаю, почему у вас возникает оптимизм. А потому что я их вижу. Вот от них можно действительно черпать вот эту энергию. Знаете, я провожу семинары, я думаю, уже шестой год. Очень маленькие, в Подмосковье, потому что денег нам на них дает Дмитрий Борисович Зимин, почетный президент компании «Бомбелком» и основатель ее. И денег этих немного. И приезжают ребята, например, из города Канаш, Чуваши, которые рассказывают, что они делают у себя. Из набережных Челнов, Татарии. И отовсюду. Слушайте, они хорошие. С ними просто надо поговорить, понять их и заинтересовать их в том, что ты не какой-то там ментор, учитель такой, через губу с ними общающийся, а понимающий все, что они делают. Хотя, наверное, есть доля правды и в словах Александра о том, что образованные, интеллектуальные уезжают. Да. Это их право. Это их право и это наша задача. Знаете, как вот Ходорковский, упоминаемый мной, любимый мной, любил говорить такую фразу. Мы должны построить страну, в которой хорошо не только работать, но и жить. Нечего добавить. Четко сформулированная мысль. Вы в эфире. Как вас зовут? Вечер добрый. Добрый вечер, Дмитрий Королев. Если позволите, вот вы говорили о бедных детишках в интернате, и маленькая тоже реплика. Просто у меня трое детей своих. И ребенка надо ставить в сад заранее, за три года сада нет. И, соответственно, когда мы с женой например поняли вопрос, что может быть усыновить и так далее, она говорит, ну ты просто что, хочешь все на меня это свалить, потому что ты работаешь, а я остаюсь с детьми. И никаких условий на самом деле, платный детский сад он стоит 20 тысяч в среднем. Поэтому решать эту проблему как-то вот за счет как бы нашей государственной позиции, ну не получается просто физически уже, просто все уже, сил никаких не хватает. И администрация города Королева в том числе решает вопрос детского сада, насколько мне известно. Единственное, в Подмосковье дом юного техника, где очень много ребятишек занимается, его обратно перепрофилируют в сад. А те сады, которые раздали организацию, мы их так и организацией и оставили. Вот и все наше государство. Это реплика, да. Ну, правдивая и абсолютно вот приговор системе, добавить нечего. Добрый вечер, как вас зовут в эфире? Алло. Добрый день, добрый вечер. Дмитрий. У меня тоже небольшая реплика. А садни Дмитрий. Да. Небольшая реплика, вот мне интересно, как себя чувствовать, чувствуют депутаты Государственной Думы, вот они там все как один, да, в едином порыве. Четыре человека всего проголосовало против вот этой антидетской поправки. 15, Дмитрий, 15. Там воздержали. По законам. Нет? 15 против и один воздержал. А, вот так вот, да? Ну, вот такой расход. Ну, суть-то не меняется. Не меняется, да. Огромное количество людей, причем люди-то, они, в общем-то, получили свою репутацию даже на это. Вот проголосовав за, они положили тем самым на кон свою репутацию. А представляете, вот что будет чувствовать эти люди, если президент наложит вето на это? Как они к нему будут относиться? Слушайте, мне их не жалко, ни минуты. Вот пускай они чувствуют себя мерзко. Причем, если мы с вами, я полностью с вашей позиции солидарна, выучим их пофамильно и будем узнавать в лицо и будем выражать им свою фе при встрече, будет еще лучше. Я, кстати, знаете, мечтаю о возрождении института нерукопожатности в нашей стране. Звучит наивно, но, тем не менее, эта фигня действует. Я один раз видела, как Юрий Маркович Шмидт, адвокат, публично не подал руки одному большому судейскому начальнику, а все было как в кино. Рука повисла в воздухе этого мужика, который, значит, ее таки протянул. Потом он не знал, куда ее девать. А в тексту стояли вдоль стен там подхихикивались, мешки раздавались. То есть он чувствовал себя по-изиотски. Работает. Ирина, спасибо огромное. Ирина Ясина, Реальное время, Финамо ФМ.